Это мартышка Аллена, или по-другому называется болотная мартышка, потому что ареал их не ихнего обитания в природе. Это центральная Африка, там болотистая местность. И мартышки очень много ходят по земле и даже иногда ныряют, спасаясь от хищников. У нас разводятся практически все приматы, которые присутствуют в экопарке. Шимпанзе, рангутанги, мартышки, гиббоны и так далее, и так далее. Мы уделяем этому очень много времени. Дело в том, что в природе, в стае, как правило, а обезьяна это стайное животное, присутствует мама, папа, дедушка, бабушка, тети, дяди, которые помогают молодой маме. А здесь у нас, как правило, только одна семья, самец и самка. И, как правило, первые роды самка бросает у своего детеныша, не знает, что с ним делать. И люди учат ее, как человека, учат ее брать ребенка, кормить и так далее, и так далее. Бывают случаи, когда отказываются, навсегда отказываются. Иногда приходится выкармливать их вручную. Конечно, это уже животное совершенно другое, с другой психикой, с другим потенциалом. Иногда бывает очень сложно вернуть такое животное обратно в стаю. Это тоже большая-большая проблема. То есть, как адаптация к человеку идет, так и адаптация идет от человека обратно в стае. Как правило, животные в стае ее уже не принимают. Первые две недели мы кормили его через 2-3 часа. И ночью, и днем. Потом уже начали выравнивать кормление, чтобы можно было кормить его хотя бы через 4-5 часов. Ребенок, конечно, видите, активный, играется, вечно ему что-то надо. Сейчас он остается в вольерах на ночь. Молоко еще кушает. Твердую пищу только начал пробовать. Твердую пищу мы только начали давать. Очень своенравная обезьянка. Если сравнивать с другими видами обезьян, он своенравный, у него характер. Если зеленки, они пассивные, если они спокойные, то у этого характер бойца. Он постоянно что-то лезет, что-то ему надо, дерется со мной постоянно, выясняет отношения.